Олег Петрович, еще в субботу была сложнейшая игра с торпеда, которая была и энергозатратной, и очень затратной в плане эмоций. Откуда брать эмоции после таких матчей? Ну, как откуда? Мы все спортсмены, все мужчины, и поэтому, слушайте, надо доставать. Это характер, это и есть характер. У нас команда с характером, и она это показала на поле. Как бы ни было сложно, потому что действительно с торпедой такая достаточно энергозатратная получилась игра, и сегодня тоже не исключение, потому что ребята старались работать на скоростях и не отходить от намеченных вещей. Вот, и заслуженно выиграли. Все с характером, все мужчины. Хазыру Апаеву сегодня наконец-то воздалось за его труд и самоотдачу, правда? Да, безусловно. То есть мы все верили и все ждали, что это реализуется в гол, и мы очень рады, что вот он оказался в том месте, о котором мы договаривались, и он забил гол. И просто действительно Хазыр проделывает большой объем работы как с мячом, так и без мяча, что для нас важно как команда, как целостность. И мы рады, что он забил хороший гол. Андрея Никитина после возвращения рассматриваете именно как нападающего в первую очередь? Андрей – парень такой универсальный. Он играл у нас на фланге, мы на сборах его пробовали, там немножко в другой еще позиции. В локомотиве он получил еще больше опыта в плане игры десятки, инсайда, нападающего. И поэтому, конечно, вот мы рады, когда есть у нас ребята-футболисты, которые разноплановые, разносторонние, которые могут, один футболист может закрыть несколько позиций. Таких у нас много футболистов, и поэтому вариативность игры становится разнообразнее гораздо. Олег Петрович, вчера исполнился ровно год с того момента, как вы возглавили команду. Знали про это вообще? Нет, сейчас, вот вы мне напомнили, я, честно говоря, об этом не думал. Мне приятно, что я год отработал. Здесь, в Воронеже, это прекрасный город, и, на мой взгляд, мы объединились вообще в одну большую семью с клубом, с командой, с болельщиками, с городом. И, безусловно, для меня большая честь работать в этом городе, и сейчас я понимаю, что именно сейчас все начинается. Раз я год назад здесь начал работать, значит, именно сейчас мы должны начать, именно сейчас начинается все, мы должны двигаться дальше. Еще сегодня много болельщиков, несмотря на будний день, вечер. Да, да, я об этом вот хотел как раз сказать. Мы поздравляем наших болельщиков с победой, потому что это наша общая победа, и мы всегда разделяем наши победы с болельщиками и с городом. И потрясающая атмосфера на стадионе, вот просто до мурашек в одном едином целом. То есть всегда верят и поддерживают команду. Вот, несмотря ни на что. Это говорит о характере города, о характере болельщиков. Вот в этом и есть, это и помогает ребятам-футболистам доставать из себя резервы и показывать, стараться показывать футбол. Вот, наверное, это и есть такой воронежский характер, футбольный воронежский характер. Это надо развивать. Я поздравляю болельщиков и очень благодарен.